Здравствуйте! 25 июля в Государственном художественном музее Алтайского края открывается выставка известного художника Александра Тихомирова. Сегодня у нас в гостях куратор выставки, старший научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края Евгения Школина. Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте! Замечательный художник Александр Тихомиров, к сожалению, в этом году он ушел из жизни, совершенно неожиданно, потому что готовилась выставка у нас на Алтае, буквально сюда привезли картины, и вдруг вот такая информация, что он умер. Немножко расскажите о нем, чем он знаменит, популярен, потому что он действительно известен широко… Во всем мире? Да, во всем мире. Российского и мирового значения художник. Художник сам из Благовещенска, но родился он в городе Электросталь в 1956 году в семье московского художника Евгения Тихомирова. Ну, смотрите, удивительно, да? Можно сказать, провинциальный художник не в Москве, не в Питере живет, и вдруг всемирная слава. То есть все, значит, решает талант, да? Талант и творческая среда. И вот в 17 или в 16 лет, заканчивая школу, он посетил первую персональную выставку своего отца, и она на него произвела такое большое впечатление, что он решил выбрать путь служению искусству. И отец взялся ему помогать. И он поступает сразу в Московское училище имени 1905 года, заканчивает его художественно-педагогический факультет, а потом сразу поступает в знаменитое Московское художественное училище, бывшее Строгановское. Заканчивает его с отличием. И после окончания, вот случайно, попадает на Дальний Восток. Ну да, интересно, то есть такой биография делает такой финт у него, да? У него практически он сам потом в разных интервью скажет, что вся его биография, вот такие неожиданные какие-то... Повороты судьбы просто удивительные, да. Которые с одной стороны неожиданные, а с другой как вот были предопределены. Вот смотрите, он вернулся в Благовещенку и всю жизнь там прожил, я так понимаю? Благовещенский. Или он все-таки жил на два города, Благовещенка, Москва? Нет, он как уехал в Благовещенск, сразу получил заказы, сразу стал художником-монументалистом, выполнял там профессиональные заказы, рос там как специалист. Ну это советские годы, да? И остался навсегда. Советские годы, да. Это 80-е годы. И он настолько прикипел к этому городу, он его полюбил. И вот в последних интервью он признавался, что вот этот город-то с необыкновенным названием Благовещенск, он сыграл огромную роль для него. Он там нашел семью, любовь, дело. И в конце концов, вот в 89-м году придумал такое направление, которого нет больше похожего в мире, а конопись. А что это за направление тоже? Расскажите, пожалуйста. Направление очень интересное. Художник берет старые ставни деревянные. А он на самом деле их берет? Или все-таки изготавливал, застаривал и выдавал за старые? Нет, на самом деле. То есть они действительно были на старых домах, он их находил. Да, теперь ему приносят. Да, люди в последнее время ему приносили со старой краской, ее даже видно. Он ничего специально не состаривал. Он разбивал эти ставни на составные части, на филенки, и накладывал религиозное какое-то изображение. Либо это святые, либо какой-то богословский такой религиозный сложный сюжет. Все это покрывал воском. И получилось вот такое вот очень интересное направление. Но вообще это изготовление похоже все-таки на иконопись, да? По технике, да? Оно похоже немножко по технике, но больше, наверное, по глубокому такому содержанию, по сюжетам, по иконографии. Поскольку вот, я думаю, он специально и выделил это в определенное направление живописи. Все-таки иконопись, хотя многие исследователи последнего времени склоняются, что он все-таки последователь больших мастеров иконописания, таких как Андрей Рублев, и о чем говорит три выставки его в Храме Христа Спасителя. И даже в 2000 году есть сведения, что две иконы, которые находились в каком-то храме на Амурской земле, обновились, поновились, и это чудо даже священниками было установлено, зафиксировано. А вот сразу возникает вопрос, действительно, каким образом православные священники, православная церковь воспринимала его работы, признавала, не признавала? Сначала, конечно, нет. Вообще, вот это направление было для него очень трудным. Он сам говорил, это такой трудный путь человека, ведущий к Богу и вообще путем испытаний. Во-первых, в 80-е годы, это просто еще в годы такого антирелигиозного времени, это просто было запрещено и как искусство. И церковь поначалу очень осторожно к этому относилась и чуть ли не считала ересью. Но в конце концов посмотрели, что это чисто традиции русской православной культуры. То есть в дальнейшем все-таки церковь признала это, да? Потому что я знаю, что даже на самом высоком уровне... Сейчас, да, и мало на высоком уровне. Он ведь награжден орденом Андрея Рублева в третьей степени, православным орденом. То есть это признанное искусство сейчас. — Много работ у него было создано в этой технике «Окономпись». И судьба сейчас этой коллекции, ну вот мы, как уже сказали, что он, к сожалению, умер в этом году. — Да. Ну, по последним данным, создал он в этой технике более пяти тысяч работ. — Вот огромное количество. Но они продавались, наверное, хорошо, да? — Да он не столько был ориентирован на рынок, сколько он был очень щедрым человеком. И во многих музеях мира и России, и своим друзьям-художникам он раздаривал эти работы. — Понятно. — И на сегодняшний день, вот как мы знаем, вот эти работы, которые на выставке, половина из них уже принадлежит каким-то частным коллекционерам. У семьи в наличии практически не осталось работы. — Ну вот это да. — Он был настолько востребован. И сейчас встал вопрос о том, чтобы Благовещенский сделать музей этого человека, художника. — Ну да, конечно, конечно. — И вот они начнут... — А работы-то, может быть, не так много, да? — Ну, работ немного. — Ну, будут искать, видимо, что осталось. — Художественная выставка в музее, в вашем музее. Что это будет за выставка? Сколько работ будет представлено? — В нашем музее эта выставка, она будет разбита как бы на две части. Первая — это 24 предмета оконописи, которая представляет собой сюжеты, посвященные святым. Именно вот эта вот выставка в этом составе в прошлом году была на выставке в Париже. А другой частью вошли его новые работы, пейзажи Алтайского края. — У него есть такие даже, да? Удивительно. — Удивительно тем, что в прошлом году... — Нет, один раз. — Один раз? — На свой юбилей, на 60 лет, он вот всю жизнь мечтал побывать на Алтае. И все-таки принял приглашение своего друга, художника Пергильдыширова. И в прошлом году осенью он приехал на Алтай. — Смотрите, это как будто не просто так, да? Как будто завещание оставил нам в своих картинах, да? — Я вам говорю, вся жизнь не просто так. И вот как бы его сюда, да, судьба-то привела, и он даже, увидев в нашем крае, ну, такую природу, о которой даже не мечтал, она его так вдохновила, что он создал серию пейзажей Алтайского края. Он побывал и в Сросках, на Малой родине Шукшина, и на острове Патмос, на Катуне, на самых таких знаковых местах Алтайского края. И задумал целый цикл эпический, такой прославляющий природу Алтайского края. И в этом-то году он специально и послал сюда работы, чтобы начать сначала с выставки. — Планировал приехать для работы. — Да, познакомиться с художниками, с творческой интеллигенцией, показать жителям края, познакомиться. И вот так вот трагически, внезапно оборвалась его жизнь. — Получается, в музее будет представлена и иконопись, и вот эти вот пейзажи. — Да, много пейзажей. — Пейзажей немного. Мы берем шесть таких самых значимых, которые характерно показывают какие-то места Алтайского края. — А всего сколько картин будет? — Тридцать. — Тридцать картин. А остальное будет как раз оконопись, да? — Нет, это всего тридцать. — Я говорю, шесть, да. — Двадцать четыре оконописи, да, и шесть. — А вот в нашем Алтайском государственном художественном музее есть работа его? У вас в хранилище, в коллекции, скажем так? — Нет, пока не было. Мы никак не были с ним знакомы, только видели его сюжеты. По телевидению, все передачи. Очень жалко, но в этом году у нас грядет большое событие, потому что сейчас родственники художника, дочери и вдова прилагают огромное усилие для того, чтобы эта выставка состоялась, и чтобы все-таки жители Алтайского края увидели его работы. Она все-таки получилась последней в его жизни, и они приняли решение буквально на днях о том, чтобы в дар оставить одно произведение живописи, посвященное Алтаю в хранении нашего музея. Тем более они посмотрели на сайте нашу коллекцию и были просто восхищены коллекцией. — Ну, это и важно. Еще раз говорю, это не случайно, что последняя выставка, получается, у нас на Алтае произошла, что сюда он хотел приехать, рвался. Ну вот я еще слышал, по крайней мере, такие слухи ходят, что, возможно, музей все-таки приобретет даже одну из работ в стиле оконопись. Возможно такое? Хотя я понимаю, что они достаточно дорогие, это, видимо, только еще переговоры. — Ну, пока идут переговоры, родственники не против приобретения, хотя работы у них остается на руках очень мало. — Ну, понятно. Ну, просто нужно, наверное, приобрести такую работу. — Им очень хочется, да, чтобы частичка отца и память о нем жила именно на Алтайской земле, а музею это будет великая честь, работу такого художника приобрести. — Я так понимаю, что, ну, как вы сказали, что художник действительно мирового уровня, да? — Да. — Это очень важно, это будет одна из жемчужин, да, если вот получится так. — В любом искусстве он занял такое знаковое место своей оконописью. Ничего подобного нет в мире. — Ну, и нужно сказать нашим телезрителям, что, скорее всего, эта выставка, ну, может быть, даже тоже в таком составе, возможно, будет последняя, да, потому что потом, скорее всего, эти картины будут проданы, да, и если их увезут в Благовещенск, то, навряд ли нам удастся увидеть коллекцию такую, да? — Да, она сразу уявит в Благовещенск. — Давайте напомним, когда, где состоится? — Открытие состоится 25 июля в 12 часов по адресу Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края. А работать она будет до 10 сентября. — Ну, можно успеть. — Можно успеть. — То есть, получается, сколько, ну, почти два месяца, да? — Да. — Два с лишним месяца даже, да? — Да. — Обязательно надо посмотреть эту выставку. — Обязательно. — Большое спасибо вам за беседу. Удачи, до новых встреч. Спасибо. — До свидания. — Я напоминаю, что на вас в гостях был аккуратор выставки известного художника Александра Тихомирова, старший научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края Евгения Школьна. Спасибо за внимание. До встречи. — Спасибо.